Ситуация под контролем. В регионе зафиксированы случаи заболевания сирозным менингитом. С главными событиями к этому часу в студии Ирина Цепитова. В Ненинском округе зафиксированы случаи заболевания среди детей с подозрением на сирозный менингит. По информации регионального Роспотребнадзора, диагноз не подтвержден, пока не будут получены данные лабораторных исследований. В инфекционном отделении окружной больнице сейчас находятся несколько детей с симптомами, соответствующими этому заболеванию. Сын Ирины Савариной, 9-летний Женя, попал в инфекционное отделение 11 сентября. Болезнь проявила себя с самого утра. В 8 утра у нас заболела голова. Мы позвонили в скорую. Приехала скорая, посмотрела. Потом вызвали участкового врача. Участковый врач поставил менингит под вопросом. Потом попали в больницу и на следующий день диагноз наш подтвердился. И что сейчас вам делают? Вы лежите в стационаре, да? Да, лежит в стационаре. Мы в первый день делали капельницы, а сейчас дают таблетки. Как уже сейчас самочувствие? Намного лучше. Это не единственный случай, зафиксированный в Наринмаре. О ситуации в целом в интервью нашему телеканалу рассказала главный специалист, эксперт Роспотребнадзора по Неницкому округу Людмила Деткова. В городе Наринмаре зарегистрировано 3 случая сирозного менингита. Пока диагноз поставлен по клиническим показаниям и по первичным лабораторным данным. Для подтверждения диагноза клинический материал от всех больных должен быть направлен в специализированные лаборатории. Диагноз поставлен у трех детей. Это дети, посещающие школу номер 1, школу номер 4 и детский сад «Радуга». Ситуация не эпидемичная, паники не должно быть. Энтеровирусная инфекция, она имеет сезонность, то есть ежегодно в летний-осенний период в случае данного заболевания они регистрируются. Регистрируются они на всей территории Российской Федерации, как в южной части, так и в центральных территориях. Мы не являемся исключением. Ситуация стабильная. Если своевременно обратиться за помощью, то исход заболевания, он, конечно, благоприятный. Но если тянуть, сирозный менингит может привести к отеку головного мозга. Поэтому тут, конечно, неврология будет сильнейшая. Нужно своевременно обратиться за помощью. На сегодняшний день принято решение о ограничении именно мероприятий, поскольку закрывать класс, пока в данный момент этих мер не предпринималось руководителем Роспотребнадзора. Ситуация находится на контроле. Чтобы предотвратить распространение инфекции в учреждениях, где были зафиксированы случаи заболевания, сегодня введены ограничительные мероприятия, в том числе и в первой городской школе. Случай заболевания здесь был зафиксирован 8 сентября. В инфекционное отделение с подозрением на сирозный менингит попал шестиклассник. Буквально сразу же у нас были введены ограничительные мероприятия. То есть это у нас класс, который занимался ребенок, который был в контакте с ним. Он у нас переведен на обучение в отдельный кабинет. Плюс к этому питание тоже организуется отдельно. У них отдельный питьевой режим. В общем-то вчера по получению документов, уже подтверждающих документов из госсанэпиднадзора, мы провели собрание с родителями. Уступали наши медицинские работники с рекомендациями, что делать. Ограничительные мероприятия для шестого класса первой школы будут действовать до 28 сентября. В этот период дети будут находиться под наблюдением медицинского работника, а в самой школе усилен санитарно-гигиенический и дезинфекционный режим. Аналогичные меры предпринимают и в четвертой школе. Под наблюдением уже в течение двух дней находится третий класс, ученик которого сейчас также находится в больнице. Проветривание ежедневное несколько раз в день на каждой перемене, влажная уборка два раза в день с применением хлорсодержащих средств. Мы используем хлорсепт-25. В класс выделено антибактериальное мыло, кожный антисептик. На счет водного режима у нас каждый носит питье свое, самостоятельно пьют. Питаются в столовой, после детей обрабатывается индивидуальная посуда у них, посуда обрабатывается тоже дезинфицирующим средством. Кроме санитарно-эпидемиологических мероприятий проходит ежедневный осмотр детей. Медицинский работник, меряя температуру тела, смотрится общим состоянием школьников. Стоит сразу отметить, что инкубационный период сирозного менингита составляет 1-2 дня. После болезнь проявляется яркими симптомами, которые развиваются очень стремительно. По словам Виталия Носова, врача кабинета инфекционных заболеваний, симптоматика этого заболевания может быть очень различной. Если думать о бентеро-вирусной инфекции, которая чаще всего вызывает отсирозный менингит, то признаки его могут быть разные. Начиная от самых легких форм, в виде кашля, насморка, легкого фарингита. Иногда это заболевание может протекать как кишечная инфекция, иногда это сыпь, иногда конъюнктивит упорный. Но вот такая вот самая неприятная и тяжелая форма этого заболевания, это сирозный менингит, так называемый, или менингенцефалит. В зависимости от тяжести заболевания и разные клинические признаки. Первый признак этого заболевания, это, естественно, высокая температура, головные боли, болезненность мышц, могут быть судороги. Дети жалуются на боли в области шеи, затылка, головная боль. Иногда это сопровождается рвотой, тошнотой. Еще раз отмечу, эти симптомы развиваются стремительно, в течение нескольких часов. Поэтому родителям необходимо быть очень внимательными к здоровью своих детей и наряду со школьными медицинскими работниками следить за их общим состоянием. Основной путь передачи инфекции через грязные руки. Поэтому их чистоте необходимо уделить особое внимание, используя при этом антибактериальные дезинфицирующие средства. Также стоит тщательно мыть овощи и фрукты, ополаскивая их кипятком. Ни в коем случае не пользоваться водой из открытых источников, отдавать предпочтение кипяченой и бутилированной воде. Ирина Цепитова, Елена Семеновичева, Леонид Шишелов, Логислав Носкин, Телеканал «Север». Приоритеты трудоустройства местных кадров. Наринмардор Римстрой возьмется за обучение безработных региона. Ведутся работы. На Красновской дороге начали ремонтировать проблемные участки. С безработицей в регионе начали бороться сообща. У работодателя Неницкого округа появилась возможность самостоятельно обучать работников для своей организации при поддержке окружного бюджета. Соответствующее постановление появилось в регионе в конце августа. Согласно документу, предприятиям возместят затраты на организацию опережающего профессионального обучения как в Неницком округе, так и за его пределами. Прежде всего, на обучение отправят безработных граждан, а также тех, кто находится под риском увольнения, либо уже уволен в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. Этим предложением уже заинтересовался Наринмардор Римстрой. Предприятию всегда требуются квалифицированные кадры для строительства и ремонта окружных дорог. Сегодня в Наринмардор Римстрой работает порядка 160 постоянных сотрудников. Кроме того, за сезон привлекают временных рабочих и различных дорожных специалистов. Ставку руководство предприятия делает в первую очередь на жители округа. Андрей Мартынов – один из самых молодых местных кадров. На предприятие пришел 4 месяца назад. Приобрести необходимые навыки молодому человеку помогли здесь же, не отходя от станка. После месячной стажировки Андрей стал полноправным водителем комбинированной дорожной машины, которая используется для содержания дорог. Работать приходится и в ночные смены, и даже сверхурочно. Уже более шести лет в ДРСУ работает Анатолий Фролов – машинист автогрейдера. Необходимые навыки приобрел в армии во время службы на новой земле. Работой доволен и зарплату устраивает. У нас как две смены, кто в ночь, кто в день. На выходных еще по приказу, если там работа какая-то срочная. К слову, в ДРСУ сегодня трудится всего два грейдериста, а соответствующей технике, то есть автогрейдеров на предприятии – 4 единицы. Наринмарт Доримстроя регулярно подает сведения о вакансиях в центры занятости. На сегодняшний день на предприятии свободны 13 рабочих мест. В том числе требуется и машинист автогрейдера, а также машинисты самоходного катка с гладкими вальцами, погрузочной машины, машинист смесителя передвижного асфальтобетона, асфальтобетонного укладчика, фрезерной зачистной машины и экскаватора. К сожалению, среди местных безработных никто не обладает соответствующей квалификацией. Это и приводит к тому, что к работе привлекают специалистов из других регионов. Поправить ситуацию поможет окружная программа, которая призвана снизить напряженность на рынке труда Неницкого округа. Ее суть заключается в обучении местных безработных под те вакансии, которые существуют на предприятиях при финансовой поддержке округа. Работодатель их может самостоятельно обучить, принять на работу на вакантные должности наших безработных. Это относится, подчеркиваю, только к безработным гражданам, либо работникам, находящимся под риском сокращения в этой организации. Работодатель может принять их на работу безработных граждан на имеющиеся вакансии, направить на обучение, обучить. И в соответствии с принятым порядком возмещения затрат организациям, утвержденным постановлением от 31 августа, постановлением администрации Неницкого округа, Центр занятости по договору возмещает затраты на это обучение. Согласно программе, каждому работодателю возместят затраты на обучение в размере 30 тысяч рублей на одного работника. Если это обучение проходило за пределами региона, работодателю возместят и расходы на проезд в сумме не более 10 тысяч рублей на одного работника. Учли также и расходы на проживание – 1 тысяча, 100 рублей в сутки и суточные в размере 100 рублей. По словам Ольги Кузьминой, новая программа – отличная возможность для предприятия получить нужных специалистов. Наринмар Доримстрой сегодня готов обучить дорожным специальностям порядка 20 безработных. В том числе и необходимых предприятию грейдеристов. Договор будет заключен, чтобы образование не пошло, потому что обучился и завтра уволился. Понимаете, то, что тут надо как-то поработать с кадровиками, с юристами, чтобы договор составить. Ну, что это было, там обучились настропольщиков у нас, с нами Марс-троя. Мы работали полмесяца и ушли за счет предприятия. Вот эти обучения и все. Работы много, работать надо, ну и в основном, конечно, на местные кадры. С помощью новой программы по возмещению затрат на обучение безработных ДРСУ в скором будущем пополнит десятки местных кадров. Отмечу, что Наринмар Дориемстрой сегодня один из самых привлекательных работодателей региона. То есть до 100 тысяч рублей, то есть получаем грейдерист. Их всего два у нас на предприятии, хотя у нас четыре грейдера. А два грейдериста. Две смены надо, понимаете. Для того грейдериста получать? Ну, конечно. По информации Владимира Низьева, средняя заработная плата на предприятии за 2015 год составила 63 тысячи рублей. Для сравнения, в 2014-м этот показатель был на уровне 47 тысяч. Ирина Цепетова, Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Жители округа беспокоены тем, что один из участков дороги Наринмар-Красная перекопанная и тяжелая техника затрудняет проезд легковых автомобилей. Беспокойство жителей напрасным, заверили нас в дирекции транспорта. Сейчас на проблемных участках дороги ведутся работы, направленные на безопасность самих автомобилистов. Наша съемочная группа выехала на место событий и выяснила, как проходит ремонт дороги. Любовь Пермякова расскажет подробнее. По дороге из Наринмара в Красное можно встретить несколько единиц тяжелой техники – экскаваторы, трактора, самосвалы. Сейчас на некоторых проблемных участках полным ходом идет ремонт. Как вы видите, очень ограниченная видимость. Даже высокая машина стоит, КАМАЗ, и тоже она как скрывается за бугром. Чтобы исключить встречных лобовых этих самых в рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий, мы уполаживаем вертикальную кривую. После окончания работ дорога будет укреплена, проведена будет стабилизация грунтов. Дорога будет иметь пригодное вполне рабочее состояние. Параллельно с выравниванием оси специалисты окружного предприятия Наринмар-Дуримстрой проводят ремонт размытых и разрушенных участков. Укрепляют откосы и обочины, фрезеруют и выполняют ряд других работ. Здесь, как вы видите, происходит замена грунта. Мы убираем глину и заменяем ее на песок. Потому что глина имеет свойство пучиниста. Когда она насыщается водой, после того, как идет мороз, происходит разрушение верхней части покрытия. Для ремонта сложных участков окружные дорожники успешно внедряют современные технологии, в том числе с применением полиферизаторов. Проще говоря, химической добавки для стабилизации земляного полотна. Начиная с 2007 года, в России при использовании данной технологии построены и отремонтированы участки автомобильных дорог в Московской, Свердловской, Челябинской, Нижегородских областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане и других регионах. С применением современных материалов в прошлом году отремонтированы несколько участков дороги на Ринмар-Красное. Поднимается существующий грунт и туда добавляется химическая добавка. После этого она опять перемешивается и после уплотняется катками. В чем преимущество перед другими способами? После прокатки катков можно практически сразу пускать движение. Чем больше движение, тем больше укрепляется. Когда первоначально в том году она сдавалась, уплотнение здесь было 145 единиц. После того, пока походили катки, мы достигли 210. То есть, чем больше по ней машины ездят, тем крепче она становится. По словам Александра Каспарова, существенный плюс применения полифилизаторов – их стоимость. Ремонт одного километра дороги по новой технологии примерно на 30% дешевле, чем с использованием щебеночного покрытия. Благодаря такой экономии в прошлом году удалось отремонтировать около трех километров дороги вместо двух запланированных. Еще одно преимущество нового метода – срок службы верхнего слоя. Он составляет 9 лет, что почти вдвое выше, чем традиционное асфальтовое покрытие. Умники и умницы по Наринмарске. Впервые в Ненецком округе старшеклассникам из 12 образовательных учреждений со всего округа выдалась уникальная возможность проверить свои знания в интеллектуальной игре на тему «Нефтегазовая промышленность НАО», которая так и называется «Умники и умницы». Посмотреть на интеллектуалов и проверить свои знания отправилась наша съемочная группа. Все, как в известной телевизионной передаче «Умники и умницы» – «Агонисты», «Ордены» и «Ареопак», то есть жюри из трех судей. Единственное отличие – это дорожки, их четыре вместо трех, ведь принять участие в этой интересной игре заявилось много ребят. Среди них десятиклассница Олеся Пахомова. Девушка признается, как узнала об этой викторине, сразу решила принять участие и начала подготовку. Да, готовилась, сходила в библиотеку и в кримический музей. И что-то, читала книжки или как, или что-то делают? Да, взяла книгу и посмотрела некоторые места расположения, где находятся наши нефтебазовые. Вопросы подготовили самые разные. Например, где была получена первая нефть в округе, как называется рабочая смена буровой бригады, жидкий продукт, который применяется в качестве топлива для паровых котлов и многие другие вопросы, которые были разработаны работниками Департамента образования, культуры и спорта, методистами Центра развития образования и представителями нефтяных компаний. Среди них и видео-вопросы, которые произвели на ребят особое впечатление. Как называется скопление нефти, газа, конденсата, сосредоточенных в ловушке и ограниченных водонепроницаемыми пластами в количестве, достаточном для промышленных топливчиков. И это, как оказалось, не самое сложное задание. Наибольшее затруднение у ребят вызвал видео-вопрос от губернатора Игоря Кошина про символику Ненецкого округа, а точнее, что означает каждый символ и цвет, расположенный на флаге округа. После долгого размышления ответ всё-таки прозвучал, но интеллектуалы свои пробелы осознали и пообещали жюри их заполнить. И если вопросы были тщательно продуманы, то вот сама идея проведения подобной игры появилась внезапно. Это совместная мысль, совместная идея была. Когда в июле месяце решался вопрос о праздновании Дня рождения Ненецкого автономного округа 18 сентября, и обсуждалась, как же мы... И компания «Большой нефть полюс» решила выделить призы для обучающихся образовательных организаций. Совместно и пришла вот такая идея, что для маленьких они принимают участие в конкурсе рисунков по теме Ненецкий автономный округ, нефтяной край. Обучающиеся пятых, восьмых классов, они принимали участие в Викторине, в мой родной Ненецкий автономный округ. А вот для старших ребят мы решили... Ну, мы сомневались, хотели сначала защиту проектов, еще какую-то, может, презентацию. Но в ходе коллективного обсуждения пришли к решению провести интеллектуальную группу. Компания «Большой нефть полюс» приняла самое активное участие. В рамках соглашения были закоплены призы и подарки участникам всех мероприятий в рамках празднования Дня образования округа и Дня нефтяника. Для трех победителей, одним из которых стал ученик 11-го класса Александр Сисей, были приобретены планшеты. После замечательной игры и внушительного подарка молодой человек задумался, а не пойти ли ему в нефтяники. Теперь, может быть, даже задумываюсь о том, что, может быть, все-таки свою жизнь связать с нефтяной промышленностью. Но буду еще думать. Как раз 11-й класс – самое решающее время для меня. Ну вот, буду думать. Победители и призеры всех конкурсов и викторин будут награждены в рамках торжественных праздничных мероприятий Дня округа и Дня нефтяника. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». На этом пока все. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин